Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели, читатели Сиапресс.ру. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Сегодня поговорим про то, как у нас взращивается молодое поколение законотворцев и тех, кто вообще связан с работой парламента. Потому что у нас в гостях сегодня председатель молодежного парламента при Думе Югры Кирилл Медведев. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. У нас вот тут буквально на днях проходили мероприятия как раз молодежного парламента, там различные дискуссионные панели и так далее. Вот мы решили, как бы отталкиваясь от этих событий, в принципе, проговорить про то, что такое молодежный парламент, молодежный парламентаризм, как у нас готовятся, являются ли это кадры будущие для Думы или для администрации, или еще для кого-то. Вот сейчас вот про все это дело и поговорим. Кирилл, пожалуйста, а начнем с начала, немножко с истоков. Что собой представляет, в принципе, молодежный парламент при Думе Югры? Как он долго вообще существует, такая структура, и чем занимается? Расскажите, пожалуйста. Да. В этом году, 10 декабря, в день рождения нашей Югры, молодежного парламента при Думе Югры, исполнится 20 лет уже. То есть мы существуем при каждом созыве депутатском, соответственно. То есть каждый раз депутаты, вступая в свои полномочия, принимают положение в молодежном парламенте. Оно менялось всего лишь несколько раз. Это подтверждает то, что наш молодежный парламент, он соответствует всем необходимым для работы критериям. Все четко выверено, технических правок, там особых юридических, юрего-технических, так скажем, каждый раз нам не требуется. Поэтому мы вот из прошлого созыва буквально там несколько предложений внесли по составу, так скажем, кто может делегировать наш орган, членов молодежного парламента и так далее. Но формируется он у нас по представительному принципу. То есть у нас есть ряд субъектов, которые могут направить своего представителя. Ну, я все не буду перечислять основные, скажем так, у нас, кто является членом молодежного парламента. Это представители местных молодежных консультативно-совещательных структур, то есть это советы молодежи при администрации, при главах муниципальных образований. Это молодежные палаты при представительных органах местного самоуправления, при думах, соответственно. Это дума автономного округа, как один из субъектов, который направляет своего представителя в молодежный парламент, либо из числа депутатов, либо из числа работников, кто соответствует критериям. Это профессиональные союзы работников, советы молодых специалистов предприятий, крупнейших наших предприятий, которые в Югре работают. Это региональные молодежные общественные организации. Это молодежные крылья политических партий, которые у нас в Югре присутствуют. И мы вот такое новшество в этом созыве сделали в положение, добавили, исходя из опыта прошлого созыва. Это студенческое сообщество, студенческие самоуправления, советы студентов и так далее. Если говорить о том, для чего молодежный парламент существует, это такой вот молодежно-консультативно-совещательный орган при Думе Югры. Основная цель нашего парламента, исходя из положения, которое действует сейчас, это обеспечение активного участия молодежи в реализации молодежной политики на территории нашей Югры и содействия деятельности Думы Автономного округа в сфере законодательного регулирования законных интересов и прав молодежи. Если говорить в целом, как есть, то есть это идеальная цель, которая существует, а если говорить о направлениях, которые мы сами понимаем и над которыми мы работаем, то я бы выделил, наверное, три таких основных направления. Это просвещение молодежи, просвещение, скажем так, даже образования, просвещение в тех государственных программах, которые у нас в округе реализуются. Это законодательные идеи, то есть непосредственно законотворчество. Я здесь специально говорю законодательные идеи, потому что мы правом законотворческой инициативы не обладаем, но оно нам на самом деле не надо. Если будет интересно, я объясню потом почему. И развитие молодежного парламентаризма как такового. Вот эти три направления, они самое главное, что обеспечивают, что у нас не входит в положение, это, конечно, формирование кадрового резерва, о чем мы тоже, наверное, с вами сегодня поговорим. Да, конечно, конечно. Потому что, как я говорил, уже образование просвещения, это важная функция. Мы проводим разные круглые столы, семинары, встречи с органами власти, с представителями правительства. Вот, например, на последнем, у нас вот есть такая традиция вообще, в программе заседания обязательно мы ставим правительственные часы. К нам приходят члены правительства, заместители губернаторов, директора департаментов, заместители директоров. И мы, скажем так, просвещаемся в определенной тематике. Вот последняя встреча такая у нас была с заместителем директора департамента финансов по теме приоритетных направлений бюджета на 24-е, плановые 25-е, 26-е годы. Вот смотрите, а вот сразу вопрос по этому поводу. Вот, условно говоря, вам рассказали про это дело, про то, как формируется бюджет, про то, какие там приоритетные направления и так далее, и так далее. А после этого что? После этого члены молодежного парламента как-то еще другим людям рассказывают про это? Или это как бы для самообразования по большей части? Да, конечно. Я и говорю, что это вот идет некое просвещение наших ребят, членов молодежного парламента. Они, в свою очередь, в своих муниципальных образованиях являются лидерами общественного мнения среди молодежи. Иногда бывает и на уровне взрослых таких политиков, уже опытных, привозят новые идеи, новую информацию. Мы в преддверии каждого заседания в обязательном порядке, это у нас принято такое решение, было на одном из первых заседаний, принято такое решение, что мы в преддверии заседания проводим широкие встречи с молодежью разных категорий, начиная со школьников, заканчивая работающей молодежью. Ну, студенты, соответственно, в том числе. Встречаемся, во-первых, приносим какую-то информацию, какие сегодня важные, скажем так, веяния есть, направления в деятельности органов власти, в деятельности Думы, потому что это тоже одна из задач наша, развивать парламентаризм, рассказывать о деятельности Думы и вовлекать молодежь в эти процессы. И, конечно же, получение обратной связи о тех вопросах, проблемах, настроениях, которые сегодня есть в молодежной среде. И такая практика, она у нас с прошлого созыва уже идет, она приносит хорошие результаты, потому что мы на наших площадках, на наших круглых столах, семинарах, на пленарных заседаниях мы открыто говорим о тех вопросах, которые сегодня задает молодежь. И получаем на них, конечно же, ответы. То есть любые вопросы, которые на встречах приносят с собой члены молодежного парламента, они не остаются без ответа и находят обратно своего адресата. И так вот, на секундочку, для статистики, мы за 23-й год охватили более 6 тысяч молодых людей в разных категориях вот такими встречами. А вот смотрите, вот тут еще только уточнение по предыдущему сказанному. Вот вы говорили, что какие структуры, какие объединения имеют право выдвинуть потенциальных членов молодежного парламента. А сколько вообще у вас людей? Это ограничено количество людей, которые входят в логички? Нет, у нас по нашему положению у нас нету какой-то квоты конкретной неограниченной. Хоть 100, хоть 200. Но вот на данный момент у нас 55 членов молодежного парламента. У нас есть критерии, по которым субъекты, которые направляют своего представителя, должны соответствовать. Это возрастное ограничение до 35 лет включительно. То есть при достижении 36-летнего возраста действующий член молодежного парламента автоматически, скажем так, исключается. То есть мы к этому подходим достаточно серьезно и жестко, потому что хотим дать возможность, скажем так, большему количеству ребят попробовать это, поработать с этим. И есть некая селекция. То есть у нас в положении четко прописано не посещение двух заседаний, тоже автоматическое исключение из парламента. Мы за этим тоже следим. В преддверии каждого заседания проводим работу профилактическую, смотрим то, как активно, неактивно работать. То есть мы этому уделяем отдельное внимание, потому что нам важно, чтобы члены молодежного парламента не только образовывались, просвещались, но еще и предлагали какие-то свои идеи, осуществляли какие-то обязательные поручения, например, встречи проводили с молодежью, рассказывали о молодежном парламенте, о думе и получали какую-то обратную связь от молодежи. А у вас сборы только очные или бывают еще какие-то гибридные, как у нас сейчас принято, что кто-то подключается через онлайн и так далее? Вы знаете, когда очные встречи, это, конечно, больше о просвещении и о формальных каких-то вещах, о подведении итогов деятельности и, скажем так, корректировке планов и действий. А вся работа, вся, скажем так, работа с законодательными идеями, это все в межочный период, так скажем. Ну вот мы каждый год планы утверждаем, структурные, организационные. У нас, как правило, три, максимум четыре очных заседания в год пленарных проходит. В этом году у нас по плану их три. Первое прошло у нас в феврале. Мы проводили форум молодых парламентариев Уральского федерального округа у нас на площадке. Приезжали гости с Ямала, с Тюмени, со Свердловской области. И коллег приглашали из Нижегородской области. У нас с ними некие связи появились. Они нас тоже приглашали к себе. Ребята ездили наши, к ним участвовали. Мы их тоже приглашали. И в рамках этого форума мы провели вот в этом году первое такое очередное заседание. На прошлой неделе у нас 16-го, 17-го мая состоялось второе заседание. И следующее очередное у нас запланировано на сентябрь. А между этим мы проводим выездные тоже встречи, кустовые разные, расширенные заседания Совета молодежного парламента. Обсуждаем какие-то уже более узкие, такие детальные темы в конкретных муниципальных образованиях, посвященные разным темам. И вот тоже для сведения, может быть, интересно, в прошлом году мы посвятили год профориентации молодежи, детей и подростков. Это такая достаточно обширная тема. Она у нас буквально вылилась в новую тему, которую в этом году мы активно начинаем уделять внимание. Это развитие человеческого капитала в разрезе образования, здравоохранения, трудоустройства молодежи и балансировки рынка труда. А, кстати говоря, скажите, пожалуйста, вы свои планы как-то координируете, корректируете, согласовываете со старшими товарищами? Или вы в этом плане самостоятельно что хотите, то и делаете. Какая у вас повестка вас интересует? Вы считаете ее актуальной на данный момент? О коей занимаетесь? Вы знаете, вот за 20 лет уже возраст совсем несовершеннолетний, уже чуть-чуть побольше в молодежном парламенте и сложились такие достаточно доверительные отношения. Знаете, когда старший товарищ, он доверяет тебе и дает возможность самостоятельно планировать свою деятельность, конечно, мы делимся своим планом, согласовываем в какой-то степени. Мы обязательно встречаемся с депутатами и председатель очень доверительно к нам относится, тепло, постоянно мы встречаемся с руководством Думы по разным вопросам, то есть обсуждаем наши законодательные идеи и какие-то встречи, дополнительные мероприятия. То есть вот здесь, знаете, такой симбиоз, я бы, наверное, сказал, то есть есть ощущение, что ставка на молодежь у нас, ну, уже вот сколько я второй созыв в молодежном парламенте, что она вот уже два созыва действует. Как было до меня, не знаю, но отмечаю, что уровень доверия, он очень высок к молодежному парламенту сегодня. А давайте как раз про законодательные вещи. Вы обещали рассказать, что, то есть у вас там непосредственно такого права законотворческой инициативы у вас нет, то, что вы не можете сами внести, но вы говорили, что как-то этот процесс все равно происходит и оформляется. Расскажите, как эта система работает? Рассказываю. Много, на самом деле, обсуждений вызывает эта тема правозаконодательной инициативы. Я знаю, что некоторые субъекты в Российской Федерации с таким правом молодежной палаты, молодежный парламент наделили, но нам оно, вот, наверное, благодаря тому, что есть вот эта постоянная коммуникация с депутатами, с депутатским корпусом, да, с руководством Думы, то нам это, в принципе-то, и не нужно. Наши идеи, они рассматриваются на комитетах профильных точно так же, то есть находится субъект законодательной инициативы, либо это председатель комитета профильного Думы, и наравне со всеми все идеи и инициативы, они рассматриваются и в дальнейшем выносятся на заседание Думы, либо направляются в правительство. У молодежного парламента большой опыт реализации разных идей и инициатив, многие находили отражение в правительственных нормативно-правовых актах, губернатор нас очень так хорошо тоже поддерживает и придает статус, она на каждом первом заседании у нас обязательно присутствует, на каждом юбилейном заседании у нас присутствует, и не просто присутствует, а еще и ставит нам задачи. То есть это тоже говорит о доверии, о том, что мы не просто собираемся там за круглым столом или в зале посидеть в костюмчиках, но и все-таки, что мы реально выполняем те поручения, которые нам дают, и выполняем их качественно. А расскажите про какие-нибудь конкретные примеры, может быть, конкретных поручений от губернатора или от председателя Думы, или какие-то вещи, которые вы разработали, внесли, и они действительно были имплементированы в законодательную реальность ЮГР. Я всегда, вот, в пример привожу хорошую инициативу. Почему ее? Потому что она как раз-таки родилась, вот, исходя из той практики, которую мы сами в прошлом созыве приняли, это встречи с молодежью. И, значит, на одной из встреч в Октябрьском районе член молодежного парламента была, значит, такая идея услышана, она связана с компенсацией процентной ставки по ипотеке для молодых семей. Поясню. У нас действовала в округе программа по такой компенсации, но она действовала только для покупки жилья молодыми семьями в новостройках. Вот. Соответственно, Октябрьский район – это малые поселения, там новостроек не так много строится, не во всех поселениях. И было такое предложение, чтобы эту компенсацию можно было получить, в том числе и при строительстве собственного дома. И правительство нас услышало очень оперативно, я бы сказал, и такую поправочку внесли. И когда эта программа действовала, можно было при строительстве дома получить там 2, по-моему, процента компенсации процентной ставки по ипотеке. То есть это существенно очень для людей, которые живут в поселках городского типа или на селе, кто планирует построить свой дом, и кто попадает под категорию «молодая семья». Вот я считаю хорошая, успешная такая инициатива. Их много, на самом деле, разных было. Они какие-то мелкие, какие-то масштабные. Вот позапрошлый созыв активно работали над идеей создания в округе у нас доходных домов. И эта практика, она осталась, то есть были построены дома в Нижневартовске, в Сургуте, в Нефтьюганске, в Панты-Мансийске, они действуют. Там цена для аренды жилья, она несколько ниже среднерыночной всегда. И, насколько я знаю, там сейчас сложно, там нужно в очередь вставать, чтобы арендовать жилье. Ну там постоянно, то есть люди арендуют на какое-то время, накапливают капитал, купают собственное жилье и освобождают такие помещения. Ну, если так говорить, да, если говорить примерно, то вот сколько в год, да, там может быть инициатив или поправок вы предлагаете для рассмотрения в Думу в правительство? Ну, я скажу так, сейчас мы, это тоже такой небыстрый процесс, мы очень аккуратно к нему подходим. Мы в этом созыве даже разработали собственный алгоритм реализации законодательной идеи. Очень много предложений уходит у нас на федеральный уровень. Я думаю, это связано с тем, что сегодня законодательство в нашем округе, оно по многим требованиям отвечает запросу молодежи, их интересам. Поэтому много на федеральный уровень выходит. Я вам вот в работе могу назвать цифру, сейчас у нас порядка десяти идей находятся в стадии, скажем так, в рабочей стадии. Ряд какие-то были приняты, какие-то, ну, скажем так, ушли в архив, потому что тоже идеи всякие разные бывают абсолютно. Мы не ограничиваемся там узкопрофильным. И наши комитеты, они хоть и являются там профильными, но они занимаются разными инициативами. И социальными, и, значит, там, что связано со спортом, связано со строительством жилья, с ипотекой для молодых и так далее. Вот, например, сейчас мы на последнем заседании обсуждали инициативу. Она связана с студенческим капиталом, студенческим материнским капиталом. То есть есть студенты определенных направлений, как правило, это врачи будущие, которые образование уделяют по разным подсчетам, там, порядка 12 лет до своей жизни, там, начиная там с 23-летнего возраста, 12 лет они учатся, в момент, когда они обучаются, являются студентами, не заводят, создают семьи. И для них дополнительный такой капитал, он может быть очень полезен, потому что детки там маленькие. Мы вот разбирали эту тему с разных сторон, у нас некоторые образовательные учреждения даже выделяют специальное общежитие для семей. Есть практика, когда при регистрации студенческого брака единовременное пособие получают молодожены там в размере, ну, в разной стоимости при рождении ребенка и так далее. И вот прозвучала такая идея от нашего комитета по социальному развитию, почему бы нам не предложить еще вдобавок к материнскому капиталу студенческий, так называемый, капитал для того, чтобы они могли приобрести, там, ну, вложить эти деньги, там, в приобретение собственного жилья, например, либо потратить деньги на ребенка. А у вас, хотя говоря, тоже есть комитеты, да, как Дума? Они у нас по аналогии, да, с Думой, они у нас по аналогии с Думой. И есть вот эта вот очень такая прочная связь с аппаратом Думы, с консультантами комитетов профильных, они работают с нашими ребятами наравне. Очень хорошая практика такая, много вопросов сразу отметаясь, который там можно или нельзя, получится, не получится, там это все очень оперативно решается у нас. А вот молодежный парламент в целом, это больше про опыт законотворчества и работы вот с нормативными актами или про восприятие и понимание того, как работают бюрократические механизмы Дума, правительство, исполнительная власть, законодательная власть, вот все вот эти шестеренки как крутятся, то есть что у вас, что больше в приоритете может быть? Вы знаете, и то, и то на самом деле, потому что, как я уже сказал, у нас законодательные идеи и просвещение, скажем так, и образование, это вот два таких важных направления, и они очень тонко связаны, потому что, когда мы встречаемся с представителями правительства, например, они очень много моментов разъясняют, говорят, иногда даже сами предлагают нам темы, с которыми можно поработать. Вот тоже пример такой на прошедшем заседании Департамент молодежной политики и гражданских инициатив внешних связей на нашей площадке выступили с предложением, скажем так, законодательной идеей, ну, сыроватая в том плане, что с ней нужно поработать, еще нам будет. Она касается организации общероссийских, на примере они взяли организацию Российской движения детей и молодежи движения первых, они финансируются за счет средств бюджета федерации, отдельный закон даже для этого существует, но работники, которые у них работают, специалисты по работе с молодежью, они, если приезжают из других регионов к нам, они с первого дня не получают северную надбавку. Мы, кстати, вот это тоже одна из наших инициатив, по-моему, позапрошлого года, мы предложили определить перечень профессий, которые, по которым можно, значит, с первого дня устанавливать северную надбавку. Ну, это работники здравоохранения, системы, культуры. На нашей площадке тоже эта инициатива обсуждалась и правительство такой акт приняло у нас. И сегодня вот у нас многие врачи, кто из других субъектов приезжает, они с первого дня северную надбавку получают. А вот работники именно этого движения, они не могут северную надбавку получить, потому что есть федеральный закон, который это регулирует. И там нет такого возможности, нет такого пункта, который бы мог это позволить сделать. Ну, если в общих чертах. Поэтому мы сейчас вот с этим будем работать еще. А вот скажите, пожалуйста, если так вся эта работа хорошо строится, как часто члены молодежного парламента впоследствии рекрутируются, может быть, в органы власти, в правительство округа, в аппарат думы? Может быть, они становятся, кто-то из них становится депутатами в своих муниципалитетах? Может быть, кто-то из молодежного парламента даже стал депутатом дружной думы? То есть, вообще есть такие прецеденты? Есть такая общая статистика, она у нас примерно верно подтверждается из каждого созыва в каждый созыв. Порядка 30% всех, кто проходят, скажем так, ну, я бы назвал это кадровой школой такой, все работают в органах власти. И есть примеры, у нас есть депутат Тюменской областной думы, есть депутат думы автономного округа, он в прошлом созыве был председателем молодежного парламента Николая Заболотни. Есть депутаты органов местного самоуправления, ну, я в том числе, я депутат думы города Ханты-Мансийска, действующий, с прошлого созыва, получается, вот в 21 году избрался и был делегирован от своего представительного органа, в том числе в молодежный парламент. И еще у нас есть действующие депутаты даже в составе уже, то есть это вот примерно 30%. Руководители органов и исполнительной власти также, у нас директор департамента гражданской службы, он в позапрошлом созыве был заместителем председателя, активным членом молодежного парламента Александра Деменко. Очень много примеров, тут все не перечислишь. И большой очень, конечно, пласт, это ребята, которые связали свою жизнь с органами власти, с работой на государственной службе, в органах местного сопротивления. Очень много, всех не перечислишь, просто. Вот если бы, ну вот если нас в настоящий момент смотрит кто-то, кому интересна эта тема из числа молодежи, кому бы вы в принципе рекомендовали подумать о том, чтобы пойти, может быть, в местный муниципальный молодежный парламент или попробовать попасть к вам в молодежный парламент окружной. То есть кто эти люди и как они могут к вам попасть, то есть что им для этого нужно сделать? Ну, я для себя формулу некоторую такую вот определил. Ну, это мой взгляд здесь. На самом деле, любой может попасть, да, лишь бы его делегировал какой-то субъект, там, региональная общественная организация. Но это тоже форма, вот эта нам, которая является представительной, она нам позволяет как раз-таки в наш молодежный парламент приходить людям уже с опытом. И моя-то формула в этом заключается. Вот как избираются люди с опытом уже в какой-то сфере, там, в общественной работе или там, работе на социально ответственном предприятии или работе в органах власти. Они приходят в депутатское кресло уже с багажом знаний, с опытом определенным для того, чтобы его можно было попробовать, не попробовать, а чтобы с этим работать уже на практике законодательной работы. И я бы, наверное, сказал бы, что и к нам в молодежный парламент должны приходить люди уже с неким таким опытом социальной работы. Потому что очень важно слышать, слушать, понимать вопросы, проблемы и инициативы, которые исходят от людей. То, с чем мы живем с вами на земле, каждый день видим, каждый день проводим какую-то работу. Здесь в том числе, я думаю, стоит тоже отметить важную роль. Вот я говорил уже, что у нас есть представители Совета молодых специалистов предприятий крупнейших наших, окружных. И это тоже очень полезные люди, потому что они работают на предприятиях, а все у нас предприятия социально ответственные. И тот опыт, который они приносят к нам, он бесценный. Вот мы, я говорю, прошлый год вопросам профориентации уделили много программ интересных, и ряд программ мы рекомендовали реализовать на региональном уровне в прошлом году. Поэтому я бы так, наверное, для себя сказал, что должен прийти человек, имеющий опыт год-два, деятельности в какой-либо общественной организации, либо работе на предприятии, либо деятельности там в молодежном совете при администрации города. Тот, кто понимает, кто знает людей, как общаться с людьми. Вот это в первую очередь. Я бы от себя такое пожелание бы, наверное, сказал. Местные палаты, в принципе, мы отдельное внимание им уделяем тоже работе с местными палатами. У нас есть человек, ответственный за эту работу. Не везде я вам скажу, что у нас муниципальные палаты работают по принципу нормотворческому. Чаще всего, не чаще всего, а, наверное, 50 на 50 они, кто-то работает как общественная организация, по сути. Ну, проводят акции социальные какие-то, помогают там старшему поколению по хозяйству и так далее. Это допустимо все, конечно, но важно, чтобы молодежь на месте училась принимать участие в принятии решений органов местного совета. Это очень важно. Как депутаты местного уровня вместе с администрацией формируют комиссии по разным вопросам жизни, так же хорошо и молодые парламентарии на местах могли бы участвовать в этой работе. И вот уже с этим опытом приходить в молодежный парламент при Думе Югры, он тоже бесценный, он тоже нужен. Принимать решения правильно, взвешенно, с большой аналитикой, это очень важно в нашей деятельности. Ну что ж, хорошо. Спасибо, наше время подходит к концу. Поговорили мы про работу молодежного парламента Югры с председателем этого самого молодежного парламента, Кириллом Медведевым. Кирилл, спасибо вам большое и удачи вам в вашей работе, депутатской и парламентской в том числе, именно с точки зрения молодежного парламента. Спасибо. Всего доброго. Да, смотрите нас на Ютубе, смотрите нас, читайте нас на Сеопрессе и до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok